Парша. Ее несколько видов. Есть парша обыкновенная, вот такие язвочки. Парша сохраняется и на семенных клубнях, и в почве. Нельзя вносить много соломы, какой-то, значит, не перепревшего навоза. Это усиливает количество парши. Есть устойчивые сорта к парше, но абсолютной устойчивости нет. Благоприятные условия для развития парши – это мелкая посадка и жара. В процессе образования клубней. Вот, смотрите, заражение клубней паршой происходит в фазу где-то бутонизации цветения, когда клубней один сантиметр. Вы представьте, заражается уже паршой, а потом она образуется язвами уже дальше на больших клубнях. Из рекомендации, но опять-таки это все тоже очень индивидуально. Если сильно большая засуха, рекомендуют полив. Но полив не всегда возможно сделать. Или, смотрите, какой вариант. Есть люди, которые поливают, ну, у них там свободный доступ воды. Можно переполить, и у вас будут трескаться клубни. Из-за того, что вот сухо, да, а вы поливаете, сухо и влажность, резкие колебания, и у вас просто клубни полопаются. Вот на журавинке, кстати, много, она трескается сразу. И другие клубни, они начинают трескаться. Поэтому полив тут должен быть как-то правильный. Что можно сделать? Поглубже сажать картофель, не сильно мелко, или окучивать его выше. Устойчивые сорта подобрать. Вот краснокожурые больше устойчивые, вот парши. Белокожурые. Ну, вот, допустим, королева Анна и вот Бельмонда, в принципе, они к парше устойчивые. Хотя я видел королеву Анну, одного человека, ну, прямо вот с сильными такими язвами. Я стал спрашивать, много внес соломы. Соломы внес много. Был год сухой. Из-за этого вот пошло такое вот язвы. Бывало так, что клубни, сильно пораженные паршой, сажали без обработки. И на следующий год парши или не было, или было мало. Такое тоже возможно. То есть погодные условия сложились по-другому. Ну, и поэтому, но обычно у садоводов, если вот был свежий сорт, и вдруг в один год он паршой пошел, тогда еще его можно использовать. Но если парша была каждый год у вас, и сильно, и с каждым годом все сильнее, скорее всего, эти клубни лучше убрать. Потому что там такая инфекция перекрестная уже большая, что вы, это все будет у вас, все в язвах, ничего. Ну, еще какой момент. Почва для картофеля, чтобы парши было меньше, должна быть слегка кислая. Не кислость, но если у вас почва совсем нейтральная, бывает такое, много золы вносят, ну и сама по себе почва нейтральная. Парша будет. Она хорошо на нейтральных почвах развивается. А вот слабокислая почва, подкислить, подкислять почву не надо. Но можно слегка подкислить. Это вот, допустим, удобрение сульфат аммония. Удобрение есть такое вот серое. Но, опять-таки, оно не продается мелкой фасовкой. Ну, вообще, запишите, может, вот сульфат аммония. Но его вносить надо не локально, а в разброс. Я вот вносил под фрезу вот мотоблок. Перед тем, как вот сажать, я поперек делаю, фрезерую, ну, чтобы легче пахать было. И вношу под фрезу, чтобы она это все перемешала, сульфат аммония. Ну, кстати, там азота 21%, серый 24%. Но этот вот сернистый остаток, он подкисляет почву. Подкисляет локально. То есть почва не везде, а локально. И получается, парши очень мало, там, ну, дозировка где-то 250 на гектар. Но получается на 10 соток где-то 25 килограмм. Надо такое вот соотношение. Аммяочная селитра тоже чуть-чуть подкисляет почву, но надо не переборщить. Тоже где-то на сотку можно килограмм-полтора внести в разброс тоже, опять-таки. И внести перед посадкой, не потом, когда у вас будут вот такие вот сформированные гребни. Вы же должны понять, вы посадили картофель, вы сформировали гребни. Вносите селитру и типа распахиваете. Где селитра? Вот здесь, но не там. А она должна быть где? А где клубень? Сбоку это, чтобы не было вот этой вот парши. Поэтому в разброс вносится под какой-то культиватор или под барану, под что-то, чтобы чуть-чуть с почвой перемешалось, заделать. Будут идти дожди, все это промоется, по капиллярам пройдет, почва чуть-чуть подкислится. Но если у вас почва сильно кислая, то в принципе может быть нет. Кстати, азофоска и диамофоска не подкисляют почву, у них нейтрально. Но я заметил, что, конечно, когда вносишь локально минеральное удобрение, парши меньше все равно. Не знаю, с чем связано, почву не подкисляются, но парши меньше. Парши много, когда много органики перебавили. Вот тогда парша. Органики перебавили, органических удобрений. И особенно, вот знаете, многие же вносят весной. Если внести осень, она чуть-чуть разложилась, еще что-то, потом перепахали, это все перемешалось тщательно. Оно не так. Когда вносите весной, особенно люди, да, как помню, раньше под лошадь сажали. Ты кидай навоз под клубень, между рядами кидай. Ну это правильно, ну навоз в большой концентрации лежит вот здесь. Развивает этого, она, картошка хорошая, но она вся в язвах. Вот ассорт неустойчивый, к примеру, попался. Жара, все, она вся будет в парше. Для парши надо, именно жара. Будет жара, будет много парши. Будет влажно, парши будет меньше. Ну, конечно, еще и в почве, опять-таки. Если у вас на одном и том же месте 40 лет картофель, парши больше, конечно. Если у вас более-менее новый участок или какой-то всеоборот делаете, парши будет меньше. Ну, знаете, что абсолютных устойчивых сортов нет парше. То есть, ну, просто есть больше, повреждаются, есть меньше. Ну, такой, чтобы вообще парше не было. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин